добрый добрый день добрый день всем моим подписчикам всем кто смотрит меня тем кто поддерживает а это новости снимаю по этому поводу новости того что у меня хочу сообщить то есть хочу сообщить что у меня пока все получается ни одна бритва не выбыла и это меня удивляет одну секунду ради его убавлю а то я его перекрикиваю немного и так покажу что получается вот так вот зеркальность я добился лучше более и более хотя это стало подороже но пускай я тут еще одна идея есть я хочу еще больше зеркальность вывести а то как-то стыдно смотрю вот допустим на импортные бритвы ну и на все конечно но есть такие варианты особенно в обзоре тут ю тубе то есть смотрю они зеркальные а у меня не всегда поэтому стыд заел и решил решать данную проблему я тут когда полирнул специально то сделал такой микро радиус небольшой это конечно дает вид более толстого лепестка на самом деле он тоньше чем вот так даже выглядит но немного тоньше вот на звон конечно вот эта модель к раскупая не любит она звенеть геометрия такая вот видите полировка не идеал конечно но вполне так вполне хочу показать цапки вот видите наверное то есть бритву это сложно полирнуть вообще принципе даже потому что лепесток когда тонкие уже полировка принципе полировки почти не поддается но еще способы выхожу из этой ситуации на принципе много способов знали но если я буду полировать одно лезвие до идеального зеркала займет очень и очень много времени плюс к этому всему еще средств а в итоге нам этого не надо потому что зачем нам сверх дорогие бритвы с теми же техническими характеристиками это конечно сделал вот тут не знаю как ее назвать одна вторая или холло уже ну я мог сделать еще круче то есть вот чтобы отсюда вот лезвие начиналось тонко мог сделать я практически это бушка так вот но не стал делать почему потому что бритвы не супер какого-то экстра класса нет отлично но не супер какой-то экстра класс чтобы рисковать и там стопудово у меня половина практически бы вышла бы из этого списка то есть мы сейчас уже видели вы убитые варианты не стал делать разок я делал эту модельку для заграницы халло вот этот вот вот а вот отсюда начиналось вот лепесток да конечно я вас прям где-то точно не скажу но где-то около половины у хлопал лезвий мусорку но не так уже предупредили сказали сразу мы был платим две цены и мол не переживай все будет хорошо в этом плане то есть у меня получилось они туда платили мне даже как проигрывать все-таки уплатили 2 цены и тот брак что у меня половина вышла то есть он меня окупился они в минусе укатил как обычно это меня происходит вот таком состоянии на сегодня больше ничего сделать уже не могу это реально уже одубел напряга оглох от грохота и решил на сегодня остановить этот момент да я конечно тут не знаю переспрошу наверное по моему отказались от заказного клинка так как у него имеется улыбка по стрию видите наверно да улыбка оказывается нужно было чтобы лезвие было прямой а не улыбка ну хотя это ранее не оговаривалось то есть изначально и поэтому я просто тупо как говорится изготавливал модель 444 сейчас покажу вот она у меня также с улыбкой то же самое поэтому оказалось не то ну не то и не то если честно я вздохнул с облегчением если это отказ потому как я вообще не перевариваю изготавливать под заказ вот и то есть я не переживаю вообще не переживаю по этому поводу я с удовольствием все соберу в оправы и на сайт отправлю дальше что у нас дальше идет до попробую я в следующих лезвиях конечно не в х12мф там это вообще конечно то еще сталюга чтобы ее вывести в зеркало твой мужчине реально салам матовая на зеркально матовая но все же буду стараться к этому ввести а вот углерод то есть моно стали я буду стараться еще больше зеркальность выводить потому что я вам уже сказал мне стыдно стыдно смотреть когда допустим какие-то импортные бритвы имеет полировку более более мелкую то есть у меня ну чтож следующие шаги следующие шаги у меня будут такие то есть идеи плоскость я уже говорил оставлю а бушки точно пока еще не решил может какие-то закруглю какие-то сделаю ромба вот таким вот уголком вот это место увеличил она стала больше будет насечка насечка будет еще тут тут надо все еще выравнивать видите тут все надраны тут то есть форму сюда будут придавать вот тут будет полированы и выровняно все с плоскостью дальше что я хочу с ними сделать наверное не на всех но как минимум на половине сделаю линию хамон оказывается не хамона называется линия а линия хамон то есть будет вот тут черная полоса такая это можно посмотреть образец такой бритвах там одна бритвка всего лишь на сайте есть из шаха 15 стали вот именно с такой линии хамон так что смотрится очень интересно очень даже поэтому решил сделать а вот с оправами я еще как бы в думках скорее всего буду делать из древесины скорее всего из разной была мысля конечно сделать из абонита но они получаются какие-то такие прям совсем прям бутузы такие круглые бритвы то есть и так клинок толстый еще оправы такие утолщенные и в итоге он какой-то такой прям кругляк не знаю кому как конечно может кому-то это и нравится а я буду стараться показать не на чем вот тоньше этого раза ну почти наполовину тоньше вот это напиливать древесину и буду уже такие тонкие оправы производить а пока вот все ничего больше такого потом сказать не смогу на будущее потом уже когда не знаю сделаю еще можно несколько шкатулок и подставок надо когда я уже устану от металла а это пока будет не скоро вот стараюсь там сделал что-то такое симпативое там все что было нормально ровно и все правильно ну не знаю вроде все сказал поэтому да от себя чуть не забыл от себя сейчас давайте я маленько подготовлюсь просто показать не на чем одну минуту рассказать я хотел по поводу заточки причина этому это то что я уже лично видел три своих бритвы с улыбкой на лезвие и они были крепко уничтожены меня то есть пугает то что даже то сколько я еще и не видел вот что главное внутри это уже очень много и и это объясняю просто показать не на чем ни одной бритвы готова есть руками нет свои бритвы не взял потому что они меня недавно были заточены не хочу перетачивать по 10 раз но смысл я вам покажу вот эту улыбка вот то есть она идет улыбкой так положим здесь этот брак которым тут я все кромсаю на нем все испытываю он правда уже кончился весь не важно прямое лези он остренький такой так что особо показывать не буду пальцем прямое улыбки нет как точится то есть точится просто прикладывайте прижимаете практически без силы и начинаете таскать правильно правильно кто как то то кто так не это неважно просто переворачивайте то же самое повторяется сейчас просто на сухом камне и вообще нельзя это делать но у меня китайский вариант такой которым я не буду точить поэтому на нем показываю все да все понятно это я просто это не для всех а для тех кто у кого есть такой вопрос я просто не хочу чтобы они бритвы умирали потому что я не для того со всей любовью их произвожу чтобы они умирали после этого улыбка как тут удобнее будет смотреть наверно вот так то есть ложится улыбка что получается она касается вот пример вот только сейчас этой частью все остальные части не за не касаются то есть мы прикладываем вот этим местом легкий прижим получается на одно место и во время протаскивания переваливаем кончику то есть во время движения вот так происходит прижим и с этой стороны с кончика если начинаете то вот так то есть прижим происходит вот так также и с обратной стороной все то же самое просто я хочу показать вот это очень просто это детский сад все все так что пожалуйста кто меня услышал не нужно убивать бритвы их и так мало на этой главой планете под названием земля это плоский вариант ну меня поняли вот я не могу их делать там сотнями тысячами чтобы было много и что можно было и просто уничтожать и выбрасывать и опять заново убрать новую уничтожать и выбрасывать ну вот по этому поводу я хотел сказать пару слов по поводу заточки именно улыбки давайте я еще покажу еще ближе если получится вообще сделать с лифоном вот так улыбка у него здесь такое покачивание по лезвию потому что улыбка прикладывайте к уголку протаскивайте медленно плавно так же равномерно переваливается по всему лезвию вот переваливание происходит не знаю заметно это или нет то есть режим постоянно вот тут так вот проходит для меня палец там и прижим вот так вот все вроде что хотел сказать сказал что мог показать показал а на этом пожалуй у меня новости все скорее всего покажу уже или полностью изготовлены клинки то есть как они там будут там с обушком там с каким ли там насечки с какой скорее всего покажу наверное надеюсь от кому-то интересно и уже потом в оправах все у меня с новостями все спасибо за внимание свидание